Привет, с вами Смирожака. Хотел вам рассказать вообще, как мы приехали в Таиланд, как попали на Пхукет, почему не поехали в Баттайю. И поехали мы вообще дикарями, а не по туру, как нам предлагали. Устали цены на билеты приблизительные. И нам один хороший человек помог достать недорогие билеты. У нас такое желание было изначально поездить как бы по всему Таиланду, а не так, как предлагал туроператор поехать, допустим, на 12 дней в Паттайю и просидеть там, извините меня, в одной Паттайе. Плюс также нужны деньги на жилье, потому что девчон только завтрак, никаких переездов, как бы, ну, это ж кроме туроператора нужно было еще жить там почти 2 недели. То есть мы прикинули, что мы переплачиваем по-любому и видеть ничего не будем долго. В конечном итоге, что мы сделали? Мы приехали в Бангкок, чуть-чуть, как бы, подразлюбились там и мы уехали на Пхукет. На Пхукете прекрасно, это лучшее место Таиланда. Там куча возможностей, нормальное питание, нормальные цены. Просто, как бы, нужно знать, что где, смотрите на углы, и там очень много информации по этому блогу. Как поехать без туроператора? Как бы дикарями. Это основной, как бы, момент этого блога. Вот, смотрите, для этого достаточно загранпаспорта. Офьюкраин. Вот. Вот такого вот билета. В две стороны. Две фотографии. Не знаю, зачем две, взяли одну только. Но, возьмите, на всякий случай, две. Можете и три, они не тяжелые. Вот такую миграционную карту мы уже заполняли в самолете, когда летели уже с Дубаи в сам Таиланд, потому что у нас была пересадка в Дубае. И обязательно, обязательно, у вас должна быть регистрация отеля, что вы не приезжаете лазить по улице, потому что вам не поставят эту визу. Вот. Регистрация отеля, ну, желательно, конечно, на весь срок. Можно через интернет это сделать. Можно на два дня. Мы, честно говоря, взяли прямо в аэропорту по прилету сюда, когда столкнулись с этой проблемой. У нас была резервация, но так как деньги с карточки не были сняты, букингом, сайт букинг. Не знаю, почему они как бы так быстро хотели снять, у них по приезду, там, куда-сюда. В общем, они как бы разорвали эту резервацию, и у нас не было возможности в этой зоне прилета нормально путь куда-либо в Wi-Fi и сделать новую регистрацию. В общем, это сделал мой друг уже в этой зоне прилета в Каиланде. И зашел опять на букинг, создал свой аккаунт, зарегистрировал на две ночи отель. И когда мы показали, что у нас уже есть резервация отеля, нас пропустили и поставили. Вот покажу вам такую вот визу. Вот такая вот виза с 18 января 1 февраля. Мы по отъезду читали в интернете, что с целью завлечения туристов на 2016-2017 год, с 1 декабря по 28 февраля, визовый сбор отменен. Но когда мы прилетели, нам сказали, что нет, товарищи, извините. Вот. И вот такой вот чек на 1000 бат, плюс 200, он где-то пририсовал, мы уже как бы в этой панике, что нас не подсказывают, не стали разбираться, дали ему их. Те 200 бат еще. Я не знаю, зачем их, в чеке нет. Есть только 1000 как бы за визу. А 200 бат за что? За услугу, что ли? Я не понимаю, за что еще 200 бат. Но, в общем, 1200 бат на человека, чтобы получить визу. Вот. Мы показали реестрацию, нам штампанули визу, и мы спокойной душой уже вошли в городскую зону аэропорта, а с нее поехали на такси в наш зарезервированный на букинге отель. Вот. Резервация на букинге, я говорю сразу, выходит так, допустим, номер 600 бат, плюс 3% букинг. Вот. Считайте сами. Нужно отдать по-любому. Мы как бы особо как бы не не разгонялись. У нас были другие цели. Поездить побольше, поснимать побольше, покушать нормально. А отель может быть чуть-чуть попроще. Вы же не приезжаете сюда в номере сидеть.